Сегодня у Гомеля прошел Рашистый Сход, присвященный Дню Белорусской Науки. Для самих науковцев он стал доброй подставой не только презентовать опошние распроцовки, а и обмерковать задачи на ближайшую перспективу. С удельниками Сходу сустраился Олег Синтюров. Присвященному Дню Белорусской Науки Сходу традиционно попередничаю выставу науковых работ. После ознаймления экспозиции, даже человек, далекий от науки, повинен переконаться. Наши распроцовки с оправдой высокого узровня, причем часто инициатива друхования монографии на замежных мовах належит самим водоведствам. Распроцовки науковцев в Гомельской области добровядомы не только в Белоруссии, подтверждены, чему заявляют в СГТ патенты и выдания, больше язык на английской мове, а и на китайской. Международное сопроцоведство в разных сферах для ученых в Гомельской области – звычайное справа. У Институте лесу Национальной Академии наук и род приоритетных нехерунков – генетичное доследование, причем отременные выники активно выкористовываются и в нашей краине. О прочатах у СГТ проведенных доследований – оценка стану землю, где некогда была проведена мелиорация, с выпросовкой конкретных рекомендаций по их дальнейшим выкористаниям. Достаточно широкие проекты ведутся по глобальному экологическому фонду здесь и мелиорация, потому что достаточно много мелиорированных земель. А сегодня что с ними делать и как делать час запущенных, поэтому час пойдет на повторное заболачивание. И это тоже правильно, потому что мы видим, что не всегда мелиорация была правильно проведена. Ну а там, где это возможно, надо восстанавливать. Уручение узнагорода подчас таких уроческих сходов – так само добра традиция. Тут и гоноровые грамоты Совета Министров, и гоноровые знаки, Республиканский науково-практичный центр радиационной медицины и экологии человека – установа, где не только оказывают якостную допомогу, а и проводят серьезные доследования в уголении медицины. Наместник директора Мария Русаленко стала выдать никомаховы здоровья, каже, что ведьме рады такой узнагороде и рассказывает о планах установы на этот год. В научно-практическом, скажем так, деле, да, у нас есть перспективы. И в трансплантации почки есть мысли, что мы можем сделать на перспективу. И в хирургии, в офтальмохирургии. И оборудование запланировано. Ну, я думаю, что мы это своевременно узнаем в 2019 году. Врачи с исход не только поставили для подведения вынеку, а ли и махчимость обмерковать планы на будущее. Хоть по великим рахунку сегодня у кожной науковой установили, докладно ведусь, у яким на керунку не обходно рухаться, наука николе не стоит на месте, а тому вариантов не шмата. Ты рухаешься на первый, ты пропонуешь нечто новое, тем тебе никто не ведая. По-иншему о науковом свете просто не бывает. Надо заниматься и фундаментальной наукой обязательно, иначе практика ориентированная наука будет слепа, без фундаментальных разработок. Но, конечно, технический вуз ориентирован прежде всего на практику, на внедрение научных разработок на производстве.